Добрый день, дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки, все, кто меня слушает. Мы продолжаем разговор о витаминах и, как говорится, так плавно, да, без прелюдий, переходим уже к конкретному продолжению рассказа о витаминах. И сегодня у нас на повестке дня витамины группы В. И следующий витамин из этой группы – это витамин В2, его фармацевтическое, аптечное или официальное такое название – рибофлавин. Его действие на организм в следующем – это участие в обмене белков, жиров и углеводов точно так же. И вот будьте внимательны, витамин В2, он улучшает зрение. Именно он влияет на остроту зрения, он влияет на процессы пищеварения и, соответственно, на нервную систему регулирует ее деятельность. Потребность или суточная дозировка витамина В2 составляет, говорю медленно, полтора-три миллиграмма в сутки. Еще раз, пожалуйста, полтора-три миллиграмма в сутки. От полутора до трех миллиграммов в сутки – это дозировка для взрослых. Еще раз повторюсь, чтобы рассчитать дозировку для ребенка, это зависит, очень варьирует от возраста. Это может быть одна пятая, одна четвертая взрослая доза. Все зависит от возраста. Если не найдете возрастные дозировки для детей конкретно этого возраста, напишите нам, выйдете в чат, задайте вопрос. Я пересчитаю, посмотрю дозировку конкретно для вашего ребенка. Нельзя сказать каждому, потому что зависит не только от возраста у детей, но и от веса тоже. Поэтому нужно будет пересчитывать каждый раз конкретно. Итак, основные источники витамина В2 – это прежде всего говяжья печень. Дальше в достаточно большом количестве витамин В2 присутствует в яйцах куриных, в молоке, в мясе, в рыбе. Что касается крупы – это гречневая и овсяная крупа, это горох и фасоль, это хлеб из грубого помола и дрожжи. Чаще всего недостаток витамина В2 возникает прежде всего при нарушениях процессов в желудочно-кишечном тракте. Это какие-то энтериты, это глисты, опять же, ну и в ситуации, когда не хватает витамина В2 просто с пищей. А при заболевании пищеварительного тракта, еще раз вам напоминаю, что происходят процессы нарушения всасывания. Вот это очень важно, потому что очень многие родители недоумевают. Вот как же так, говорят о клинической картине гиповитаминоза. Они вот дают кучу витаминов, дают кучу добавок, дают там правильную диету и так далее, и так далее. Вопрос идет о усвояемости этого витамина, о всасывании. Еще раз обращаю ваше внимание, что проблема чаще всего возникает именно в этом. Поэтому обращайте на это внимание. Клиническая картина гиповитаминоза витамина В2. Вот, кстати, хочу обратить внимание сразу некоторых ман, которые задавали вопросы и, вот, скажем, по обмену опытом, получали неправильные ответы. Это лишнее доказательство того, что все-таки ответы и рекомендации должны давать специалисты. Нужно все-таки слушать мнения и рекомендации людей, для которых это является профессиональным. Профессиональной обязанностью. Итак, наиболее ранний признак недостаточности витамина В2 является поражение слизистых губ. А именно, это губы становятся бледными, трещинки возникают, в углах рта появляются пузырьки, так называемые, в народе говорят, заеды такие, да, когда вот появляются трещинки, когда сухость появляется, когда вот корочки различные и улыбки вот становятся болезненными, и даже вот, как бы, да, взять что-то губами становится больно, потому что боль ощущается не только на губах, но и на языке. Вот дети капризничают, детям больно, они плохо едят, ну и, соответственно, меняется состояние, меняется поведение ребенка. Дальше при нарастании симптомов гиповитаминоза возникает шелушение кожи лица, кожа сохнет, становятся, появляются трещинки в носогубных складках, в районе век, в районе ушных раковин, дети чешут, расчесывают, туда проникает инфекция, возникает различные гнольные поражения и так далее, и так далее. Кроме того, реагировать на гиповитаминоз В2 могут глаза, то есть возникает повышенное слезотечение, возникает реакция на резкий свет, ну, что-то похожее на светобоязнь такую, да, дети прячут глаза от яркого света, им больно. Вот, ну и дальше там головная боль, вялость и так далее, и так далее. Это уже более тяжелые формы гиповитаминоза В2. Поэтому не надо ждать нарастания этих симптомов. Если вы видите и чувствуете, что появляются даже вот начальные клинические проявления, то пересмотрите диету, посмотрите, как у ребенка желудочно-кишечный тракт, проверьте, хотя это не очень информативно, проверьте на глисты, а лучше всего их просто пролечить. Травами различными есть достаточно большое количество травяных сборов, которые обладают наистагонным действием, и наладить вопрос о дополнительных продуктах или дополнительных источниках витамина В2. Следующий витамин из группы В – это витамин В6 или передоксин. Его название – передоксин, правильно пишутся все «и» там. Значит, его роль в организме – это обмен белков, прежде всего, в меньшей степени жиров. Это превращение в организм, образование в организме веществ, ферментов, которые благоприятно влияют на пищеварительный тракт. Кроме того, особенно жировой обмен, поэтому ожирение в детском возрасте, ожирение в подростковом возрасте довольно часто возникают вследствие нехватки витамина В6. Кроме того, витамин В6 участвует, регулирует или благотворно влияет на процессы кроветворения, его дозировка, потребность для взрослого человека – 1,5-3 миллиграмма, повторяю, от 1,5 до 3 миллиграммов в сутки. Его нахождение в пищевых продуктах – это, прежде всего, печень, мясо, рыба, соя, гречневая крупа, пшено и картофель. В небольшом количестве, но в картофеле он тоже есть. Надо учитывать, что при термической обработке где-то процентов 30 от содержания передоксина теряется. Поэтому, имейте это в виду, рассчитывая дозировку, если вы готовите продукты, их варите или обрабатываете термически, соответственно, надо понимать, что на 30% содержание витамина в продукте уменьшается. А вот при хранении или при заморозке продуктов потери витамина В6 практически незначительны. Ну, на самом деле, нехватка витамина В6 встречается реже, чем других витаминов группы В, потому что витамин В6 синтезируется бактериальной флорой кишечника. Но необходимо учитывать, что в состоянии, когда есть проблемы в пищеварительном тракте, чаще всего вот этих вот бактерий, которые есть в норме в пищеварительном тракте человека, их не хватает. Возникает состояние, которое называется дисбактериоз. Достаточно часто дисбактериоз присутствует при не только энтеритах, но и хронических энтеритах, но и при глистной инвазии. Поэтому, вот имейте это в виду, и при все-таки клинической, при нехватке витамина В6 проявляется повышенной раздражительностью, снижением аппетита, в каких-то кожных нарушениях, сухость кожи, трещинки кожи, особенно в складках суставов, в локтевых суставах, в коленной ямке. Там возникает сухость, трещины, чешется, дети это расчесывают, и в результате туда попадает инфекция, ну и, соответственно, возникают проблемы, вторичные заболевания, вторичная инфекция, и, в общем-то, организм страдает. Ну, на этом вторая часть нашего знакомства с витаминами подошла к концу, и в следующий раз мы продолжим рассказ по витаминам, так что не забывайте возвращаться к нашим разговорам, вот, воспринимайте их правильно, и, соответственно, берегите себя. До новых встреч!